Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий На презентации традиционно особое внимание уделили камерам, как-никак, устройства Huawei стараются держать марку главных камерафонов Обе модели оснащены датчиками Leica У обеих версий основной сенсор на 50 мегапикселей со светосилой F, 1,8 и оптической стабилизацией, он позволяет записывать видео в разрешении 4 Кельвин Есть функция замедленной съемки в формате 1080p при 960 кадрах в секунду В набор «Прошки» также входит 40-мегапиксельный монохромный датчик со светосилой F, 1,6 и 13-мегапиксельный «Ширик» За зум здесь отвечает сенсор на 64 мегапикселя с фокусным расстоянием 90 мм и оптическим стабом Безупречной работе всех камер помогает лазерная автофокусировка Стандартная модель тоже получила собственный перископ У него более скромный 12-мегапиксельный датчик, зато увеличенное до 125 мм фокусное расстояние, которое дает 5-кратный оптический зум Про 13-мегапиксельный широкоугольный сенсор здесь тоже не забыли Селфи-камера UP50 и P50 Pro одинаковая, с разрешением 13 мегапикселей Новинки работают на фирменной операционной системе Harmony's 2 Продвинутая модель будет поставляться с разными процессорами Snapdragon 888 или Kirin 9000 и конфигурациями памяти 8+, 128, 256, 512 ГБ и 12+, 512 ГБ При этом ни одна из них почему-то не поддерживает 5G В стандартном P50 выйдет только со Snapdragon 888 на борту Объем доступной памяти 8+, 128, 256 ГБ Естественно, запас свободного места можно будет расширить с помощью флешки По размеру девайсы практически не отличаются У прошки начинку прикрывает изогнутый 6,6-дюймовый LED дисплей с разрешением 2700 умножить на 1225 точек С поддержкой HDR и высокой частоты обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана составляет 300 Гц У стандартной модели стоит плоский 6,5-дюймовый экран с идентичными матрицей и разрешением Правда, частота обновления экрана здесь пониже, только 90 Гц Аккумуляторы почти одинаковые 4360 мАч у P50 Pro и 4100 мАч у P50 У обоих есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт от сети и 50 Вт без проводов Из дополнительных преимуществ производители отметили стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP68 Со смартфонами можно даже купаться Прошка, выйдет в пяти цветах, а стандартный P50 будет продаваться в трех расцветках Первые устройства поступят в продажу уже 12 августа, однако пока неизвестно, в каких странах Зато на презентации озвучили китайские цены новинок Так, самая дешевая модель P50 Pro с 8 плюс 128 гигабайтов памяти на борту будет стоить 6000 юаней, 68 тысяч рублей по текущему курсу А самый дорогой с 12 плюс 512 гигабайтов памяти обойдется в 8400 юаней, 95 тысяч рублей Стоимость бюджетного P50 составит от 4500 до 5000 юаней, 51 минус 57 тысяч рублей Похоже, Huawei удалось осуществить то, что так и не смогли сделать в Apple, создать коврик для беспроводной зарядки сразу нескольких устройств Smart Wireless Charger позволяет одновременно восполнять энергию умных часов, смартфона и TWS наушников Все, что нужно сделать, положить девайсы на стол и подождать, пока они зарядятся К сожалению, цена аксессуара неизвестна, как и дата его выхода Обновленная колонка по дизайну теперь напоминает ламповый усилитель В корпусе появилась симпатичная подсветка, которая может менять оттенки в такт музыки или в зависимости от сценария Стили свечения выбираются в специальном приложении, при желании подсветку можно отключить Внутри корпуса установлены 8 динамиков, разработанных совместно с DeViolet Среди них, небольшой твиттер мощностью 3 ватта и 5 среднечастотных спикеров мощностью 5 ватт 4,75-дюймовый сабвуфер мощностью 50 ватт и 2 пассивных радиатора Устройство работает на Harmony's 2, поэтому его удобно синхронизировать с другими девайсами от Huawei, смартфонами, ноутбуками и умными экранами Передавать музыку с источника звука можно как по воздуху, Wi-Fi и Bluetooth, так и с помощью стандартного 3,5 мм разъема или через NFC Цена – 2199 юаней, 25 тысяч рублей Производители называют это 75-дюймовое устройство самым производительным во всей линейке На верхней стороне располагается выдвижная конструкция, на которой установлена 24-мегапиксельная веб-камера и несколько микрофонов Приставку SuperDevice получил благодаря трем особенностям – суперкачество картинки, суперкачество звука и суперумные функции За хорошее изображение здесь отвечает продвинутая подсветка SuperMiniLit Размер одного светодиода составляет 1,120 от размера стандартного светодиода в LED-матрицах Поэтому под экраном V45 Super поместились 46 080 светодиодов, такое количество обеспечивает отличный контраст и высокую яркость – 3000 нит Дисплей отображает 97% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает частоту обновления 120 Гц Умный экран оснащен 20-ю динамиками общей мощностью 75 Вт и двумя 20-ваттными сабвуферами Набор обеспечивает объемный глубокий звук Для полного погружения в контент можно подключить еще и беспроводные колонки SoundHUB Благодаря Harmonyz 2 на устройство легко передавать картинку с фирменных смартфонов, ноутбуков и планшетов Поддерживаются и все популярные умные функции Можно установить любые стриминговые приложения и общаться по видеосвязи Цена – 24 990 юаней, 283 000 рублей На презентации представили и самый большой дисплей, который есть на сегодняшний день у Huawei 98-дюймовый монстр защищен антибликовым покрытием Дисплей имеет 4 Кельвина, разрешение и частоту обновления экрана 120 Гц Картинка всегда плавная и четкая Все умные фишки поддерживаются благодаря предустановленной Harmonyz 2 Цена – 29 999 юаней, 340 000 рублей Huawei впервые показала устройство, предназначенное для детей и учеников начальной школы Внешне оно напоминает смесь планшета и моноблока С помощью встроенной камеры девайс умеет распознавать книжный текст Стоит поднести к нему лист бумаги, и на экране появится объяснение всех незнакомых слов из текста С помощью встроенных по периметру динамиков Huawei Studio Vision может озвучивать информацию, тем самым помогая ребенку разобраться в непонятной теме Есть и поддержка голосового ассистента, которому всегда можно задать вопрос Камера также позволяет общаться по видеосвязи с родителями или одноклассниками Если ученик сидит близко к экрану, гаджет попросит его отсесть подальше, забота о зрении Детские умные часы слегка обновили дизайн Сенсорный 1,41-дюймовый AMOLED-экран может автоматически подстраивать яркость в зависимости от окружающей обстановки По бокам установлены два светодиода, в темное время суток они мигают, чтобы ребенка было хорошо видно издалека, полезно, если он идет вдоль проезжей части GPS-функции позволяют родителям отследить все перемещения сына или дочери в реальном времени, чадо никогда не потеряется Для общения по видеосвязи предусмотрена 5-мегапиксельная камера Часы водонепроницаемы, они выдерживают погружение под воду на глубину до 50 метров Цена новинки – 998 юаней, 11 300 рублей Продвинутый фитнес-трекер весит всего 18 грамм, он не отвлекает на себя внимание ни днем, ни во сне По сравнению с обычной «шестеркой» проверсия научилась измерять температуру тела Если она вдруг поднимется, сенсор моментально оповестит об этом владельца Браслет умеет мониторить уровень кислорода в крови, частоту сердцебиения и уровень стресса на протяжении всего дня В памяти устройства заложены 96 программ тренировок для фанатов здорового образа жизни В корпус встроен чип NFC, можно оплачивать покупки, не доставая смартфон Все другие фишки стандартного Band 6 тоже остались доступны Цена – 449 юаней, 5000 рублей